У дорожников, которые раньше делали дорогу, тачки остались от них. Но мы уже своим способом двигателя приделали, цепь поставили, сняли с мотоцикла. То есть раньше мотоцикл в Таскод, там Минск, там Калопланета. Снимали двигателя и ставили на эти дрезины. Вот на таких самодельных дрезинах и в жару, и в дождь, и в холод жители деревни Францево, или французы, как они сами себя называют, ездят почти каждый день. 35 километров по узкоколейке в одну сторону, 35 в другую. Это единственный способ добраться до деревни. Зимой через тайгу прокладывают зимник. В остальное время узкоколейка для французов – дорога жизни. Мы готовы сами ее держать в рабочем состоянии. Мы на все готовы уже. Просто, чтобы ее нам оставили, и мы дальше и так существовали, можно сказать. Григорий с семьей теперь живет в Комсомольске. Это самый ближайший к Францево поселок. В деревню на дрезинах Григорий ездит за дикоросами, которые собирают местные жители. В дороге случалось всякое. И ветка старая, да и дрезина, бывало, подводила. Ну, бывало, конечно, что дрезина ломалась по дороге. И? Ну, и медведь людей гонял, бывало. Да. Ну, мы вообще делали, если дрезина ломается, делали шесты там, такие повыше. И просто толкались. Машина времени. Ну, то есть, приехал сюда и попал в раннешние годы, получается, так. То есть, нет ни Айти, ни Джеперти, ничего нет. Людмила и Николай собираются из Комсомольска домой, во Францево. Ездили в поселок за продуктами и кое-какими вещами. Ускоколепие они пользуются столько, сколько себя помнят. А вообще, это самая удобная и надежная вещь. До самых снегов ездим. Ни ночь там, ни побега, ни жара. Мы сели, поехали. Ну, по делам больше едешь. Не так просто. За продуктами, за бензином, в больницу ездишь. Мы уже привозили, мы родились здесь, выросли, уже состарились тут. Ну, и жили бы тут дальше. Если было бы, возможно, была бы. И жили. Конечно, в Комсомольске уже не то. Не нравится нам Комсомольск. Там у нас лес. Мы там в лес едем, на мотоцикл прыгнул, да поехал. И грибы, и ягоды, все там. Мы же не сидим без всего, и без дела не сидим. А теперь мы не боимся ничего. Говорим, почему быть тому не миновать. Привыкли. Человек такая скотина, ко всему привыкает. Людмила и Николай урожденные французы. Всю жизнь прожили во Францево. Воспитали троих детей. Уезжать никуда не хотят, но, говорят, видимо, придется. Узкоколейку эту разбирают, а другого пути до деревни и из нее просто нет. С 84-го года берем на Францево. Привыкли уже. Вот сейчас хоть в Комсомольске переехали, как говорится. Не то, что переехали, а на зиму. Да, на зиму. Вот. А душа все равно уже прикипела сюда, правда. В все места, которые родные стали. Чернов сюда тянет. Вот что и обидно сейчас. Вот эту линию снимут. Вот, ладно, если обойдется, будет дорога. А если дороги не будет, туда и не попадешь. Эту железную дорогу проложили здесь еще в советские годы, чтобы вывозить лес, который валили политические заключенные. Францево – бывший спецпоселок НКВД. До войны сюда ссылали раскулаченных крестьян, после войны – литовцев, латышей и эстонцев. Сейчас узкоколейка принадлежит компании «Том Лездрев». Почему она решила эту дорогу разобрать, местным жителям толком никто и не объяснил. Сказали лишь, что «Том Лездрев» обслуживать узкоколейку больше не намерен, а случай что – отвечать не хочет. Вот и приняло решение разобрать дорогу за ненадобностью. Только вот о людях, вздыхает Николай, никто не подумал. Кому мы не нужны? Обидно? Конечно, обидно. Всю жизнь проработали. Людмила на пенсию вышла. Я тоже. В последние годы в восточных сетях работал. Вот, и с удовольствием в службу. Вот. Меня сократили и отправили досрочно на пенсию. Как-то раньше, не знаю. Пускай в советское время жили, как бы не было, все равно, я считаю, об людях лучше заботились, чем сейчас. Сейчас мы их как-то так. А сейчас как? Да вы подоплевательствием людям. Вот наглядный пример. Ни больницы, ни магазины разберем хозяева, и все. А так людям все, никому делов нет. Николай с женой все лето проводят в тайге, как и другие французы. Работы здесь никакой нет, так что местные промышляют дикоросами. Сбор и заготовка ягод, грибов и шишек – единственный вид заработка. На вырученные летом деньги люди живут потом всю зиму. От Комсомольска до Францева полтора-два часа пути. Все разговоры во Францево сейчас только о дороге – единственной спасительной артерии для деревни. Куда только люди не писали с просьбами сохранить узкоколейку. Но на все свои обращения они получали лишь отписки и ни одного ответа, вселяющего хоть какую-то надежду. Вот и сейчас пришло очередное письмо и ничего конкретного. Ответ вот пришел от Сибиртвы, которая адресована Татьяна Васильевна Леной. Ежедневно почта России доставляет на дрезине пенсии, а не ежедневно, ежемесячно, извиняюсь, пенсии и корреспонденции. Неправда, корреспонденции у нас вообще давно бывают. Вот в Жириновскому отправляли наше письмо. А где? То письмо. Кто остался в Комсомольске? Это мое. Да, это вот... Я отправляла, тоже насчет Франции. Вроде как Жириновский обращается к Жуачкину с просьбой оказать содействие в решении вашего вопроса. Всегда защищал и буду оставлять ваши интересы. Права ЛДПР будет добываться положительного результата ваших проблем. У нас мы там все свои пожелания, 5-6 пунктов было. И все связаны с УЖД. Если будет УЖД, значит мы... вот это все будет решено. А если не будет у нас этой дороги, ну вообще все. Местные власти предлагают людям уезжать. Но куда и на какие деньги не говорят. В районном бюджете средств на переселение нет. Будет у нас дорога, будет у нас почта, будет магазин там или что-то. Мы здесь оставим, все устраивает нас. Он как выразился, говорит, пишите, хоть в Москву, хоть в Томск, хоть куда пишите. Но денег на переселение нет. Так вы бы переехали, если бы вам предложили там дом или как переезжать? Так какие условия предлагают? Так никаких. Вот типа вот такого дома, пожалуйста, переезжайте в муниципальное жилье. Нету полов, нету крыши, нету печки. Здесь разбирайте, туда перевозите. Я здесь разберу, туда перевезу на Дрезине, вот на такой, как вы приехали. А зима наступит, я где останусь? В землянке. А через пять лет и комсомольство такое же будет? Там же, если они не работают, ничего нет. Нет, на денег. У людей столько лет уже работают, нету. Никого денег нет. Во Францево нет ни магазина, ни аптеки, ни даже врача. В небольшом фельдшерском пункте лекарств немного, и те просроченные. Скорая сюда не приезжает. Если заболеешь, надо самому выбираться на Дрезине в соседний поселок Комсомольск. Но если узкоколейки не будет, люди останутся здесь, как в западне. Не кушать, ничего нету, говорю. Как будут завозить продукты? Муку как завозить будут? Лекарства как завозить будут? Ну что, МЧС вызывать или что? Единственное остается. Нет, если поводок, значит, воду, продукты, все, надо завозить. А здесь мы что, не люди? Мы же тоже люди. В три года мы не работаем, с прохода закрылся. Вроде как он сказал. И я вот надеюсь на только дикоросы, потому что если зиму, я потом что, с голоду помирать должна? Ты одна, вся деревня-то. Ну ладно, там кто-то пенсионер, им пенсию каким-то образом привезут. Там еще до пенсии три года. Пенсию не будешь грызть? Нет. Они ее так размесят, эту дорогу здесь, которую сейчас снимают. Там колея будет по метру. И ты вам ни на чем, даже пешком не пройдешь. Вот вы с меня приедете сюда, вы ни на чем здесь. А мы здесь, хоть крест ставь здесь. Так а если что случится-то? А кого это? Мы же не люди. Были б люди нормальные, такие пузатые, в красных шапках. Да бесполезно это все. А нет вариантов? Ну любой вариант. Вы ехали, видели, какую можно сделать дорогу. Там мостики. По вот этим мостикам, как пойдет наша машина. Крайний вариант у них мыло, да веревку просили. Вот это все, весь вариант крайний. Дороги не будет по вот этой дороге. Если бы были выборы хорошие, там все придумалось мгновенно. А сейчас... И сейчас не будет. Сейчас народу мало. Если было бы. Нам даже последний раз ответили так. Ваши голоса ничего не значат. Даже на выборах. Французы ездили на сельский сход, куда приезжал глава районной администрации с заместителем и даже депутат областной думы. Но эта встреча никаких результатов не дала. Людям в очередной раз дали обещания и никаких гарантий. Ситуация чем обостряется? Только тем, что еще два года назад собственник узкоколейной железной дороги, группа компании «Том-Рездрев», официально заявила о том, и об этом люди в Франции были предупреждены на сходе и неоднократно, о том, что в 2015 году собственник примет окончательное решение по разбору вот этой узкоколейной железной дороги. Гарантии, что они ее построят, всю эту, где она, кто будет отвечать за это? А то у нас обычно тот бачка отвечает, там Петька отвечает, а в итоге никто ничего потом не знает, никто ничего не знает. О том, что узкоколейку будут разбирать, мы знали не в этом году и не в прошлом году. О том, что ее никто не обслуживает уже на протяжении более 10 лет, это тоже всем известно и знали. И не приведи Господь, тихо, тихо я говорю, и не приведи Господь, сегодня на узкоколейке что-то случится. За ответственность за жизнь на узкоколейке отвечает в первую очередь собственник, во вторую очередь органы местного самоправления, которые здесь находятся, и почему они допустили таким образом сообщение. Единственное, что власти сказали точно, так это то, что узкоколейку будут разбирать. До конца августа работы по демонтажу закончат. Но разбирать дорогу начнут не со стороны Францева, а со стороны Комсомольска, для удобства жителей. В чем именно это удобство заключается, не пояснили. «Школа у нас там на той улице была, в центре магазин, контора, вон пекарня своя была, все было, клуб был даже, а сейчас нет нифига, все разбомбили. Вот представляете, как жителям хлеб-то печь, каждый день они пекут свой хлеб. Конечно, конечно, если мука есть, да, а муку же надо привезти с Комсомольска, а там как мы шли, а мы не шли, правда, ехали, а эти надо километры пройти на себе, пронести. Вот представляете, как, какой хлеб достается». Когда-то во Францево кипела жизнь, население доходило до 600 человек, но 10 лет назад здесь закрыли школу, и люди стали разъезжаться. Большинство домов сейчас стоят заброшенными. В деревне живет всего 12 семей, это 30 человек. Люди хоть и работящие, но в основном небогатые. Им отсюда ехать некуда и не на что, да и не хотят особо. Наша избушка, это беда и выручка наша здесь. На курорты мы никуда не ездили. Ну, я, допустим, была в Барнауле только, больше я дальше не была нигде. Больше нас не пускают. Денег нету на те курорты ездить. Это, вон, по телевизору слышала, депутатов Крым все понабрали, отдыхают теперь. А у нас здесь Крым. Нам будут быстрее грибы, да, ягода. Здесь Крым. Шелка, ну кудей в тарелке, принял бы, что они перекусили. За чаем разговоры тоже лишь о будущем. Людмила сетует, что власти их никогда вниманием не жаловали. И, пользуясь случаем, предлагает томскому губернатору заехать к ним в гости. Надо, чтобы Жвачкин или приехал в эту деревню, посмотрел. Или дал какую-то технику большую. Да еще лучше бы на дрезине проехал бы, с ветерком. Скорее всего, это последнее лето, что Николай и Людмила живут в своем доме во Францево. Осенью переедут к детям. Жить в отрезанной тайгой деревне без медицинской помощи они не смогут. Что будут делать другие французы, непонятно. Даже если том лес-древ отсыпет, как обещает, какую-то дорогу через тайгу, во что местные не очень-то верят, ездить по этой дороге все равно люди не смогут. Им просто не на чем. Единственный транспорт, на котором французы всю жизнь передвигались, это дрезины. Другого нет. Мелани Бачина, Юлия Бычкова, Александр Соколов. Специально для Радио Свобода. Томск. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...